Физкульт привет! Мы с вами поговорим о том, как избежать удара грифа о колени во время становой тяги. Почему и как это происходит. Очень много уже написано и рассказано о тягах и приседаниях. Но все равно у людей возникают одни и те же вопросы. Сегодня я раскрою тему, почему возникает подобная проблема при выполнении становых тяг. Как? Ударение грифа от штанги о коленке. Почему вообще ваши колени встают на пути грифа при подъеме веса, либо при опускании, а у кого-то в обоих этих случаях. Если при выполнении становой тяги в классической стойке с относительно узкой постановкой ног вам мешают ваши колени, то это говорит только об одном. Вы выполняете движение в корне неверно, что обязательно приведет вас к травме. Почему так происходит? Если колени вам мешают на позитивной части движения, когда вы поднимаете штангу, это говорит только об одной проблеме, которая, кстати, чаще встречается в приседаниях. И данная проблема в становой ясно показывает, что вы неправильно выполняете и приседания. На начальном этапе движения вы начинаете выводить колени вперед, а не убирать таз назад. Это основная ошибка и проблема, которая приводит к неправильной технике и всему, что из этого вытекает. Колени выходят далеко вперед за проекцию большого пальца ноги. И, естественно, мешают грифу плавно перемещаться к верхней точке амплитуды в становой тяге. Мне очень много приходит в личку видео сообщений с просьбой просмотреть технику становой тяги того или иного парня или девчонки. И в большинстве случаев они жалуются на то, что это их анатомическая предрасположенность. Но я вижу, как начинается движение. Движение начинается со сгиба коленей и увода их вперед. Здесь нет никаких проблем в анатомии. Только ваше безграмотное выполнение техники. С причиной определились. Как ее исправить? Необходимо просто-напросто вернуться к отработке техники движения с легкими весами. И начинать движение грамотно с отведения таза назад, а не выводя колени вперед. Вы очень быстро перешли к работе с весами, не отработав технику и не доведя ее до автоматизма. И пытаетесь работать с несоответственно тяжелыми весами, что еще больше портит технику, ухудшая ситуацию в корне. Чрезмерный вес тянет вас вперед, вынуждая выполнять движение по совершенно неправильной траектории. А вы все помните, кто читал мою недавнюю статью о мотивации, и главное, что в ней уделялось, так это отработки правильной техники. Неправильная техника отсутствия мотивации. Правильная техника – нет необходимости в мотивации, ибо вы сами становитесь мотиватором. Кто не читал или не видел это видео, настоятельно рекомендую ознакомиться. Вот еще один секрет, о котором мало кто знает среди качков. Начинать движение необходимо так, как будто ваша штанга блинами приварена к полу, и вы хотите не поднять ее, а продавить ногами пол. Это очень сильно помогает прочувствовать правильность движения. Именно суть техники. Не забывайте, что таз должен быть опущен к низу, а не задран, как у большинства, вверх, подобно антенне. Это еще одна ошибка техники. Даже когда вы выполняете румынскую становую тягу, вам необходимо начинать движение, как для становой тяги с опущенным тазом. Когда вы подниметесь вверх, только тогда можно начинать движение, как для румынской тяги. Если, конечно, вы беспокоитесь о своем здоровье, о здоровье своего позвоночника. Следующее, что необходимо помнить всегда. Лопатки должны быть собраны вместе, а спина сохранять все свои естественные изгибы. Только так вы сможете четко следовать технике движения и не совершать наклонов. Изгибание-разгибание во время движения не координировано. Вы все прекрасно знаете, что становая тяга задействует все суставы, начиная от голеностопного, коленного и тазобедренного. И если смотреть со стороны, то ваше движение должно быть очень похоже на приседы, только штанга в руках, не на плечах. У большинства же движение напоминает уже упомянутую выше румынскую тягу. Когда мы исключаем из движения коленные суставы и работаем преимущественно в тазобедренном, это опасно и чревато травмой. Грамотная, безопасная становая тяга должна походить на присед, а не на румынскую тягу. Это все, что касалось позитивной части движения. А что делать тем, у кого колени мешают при опускании грифа в негативной части амплитуды? Здесь причина в основном в чрезмерном весе снаряда. И когда вы перестаете работать на свое эго и переходите к тренировке мышц, суставов и связок, все становится на свои места. Несоответствующие вашим реальным возможностям веса на грифе являются самым частым фактором нарушения техники и причиной травм. Если вы при опускании штанги бьете себя по коленям, то это говорит о том, что в верхней точке амплитуды вы поступаете как пауэрлифтер, сильно отклоняетесь назад. А если вес при этом еще и огромен для вас, то ваши коленки при начале опускания грифа естественно поползут вперед, мешая ему. Также это говорит о том, что вы не чувствуете работы ваших коленных суставов и тазобедренных, либо просто не понимаете техники. А техника в скоординированной работе этих суставов. И достигается она месяцами работы с легкими весами. Если вы в момент начала негативной фазы движения не начнете синхронно работать в этих двух суставах, то обязательно стукните себя грифом по коленям. Не выпрямляйтесь до конца и уж тем более не переразгибайтесь в позвоночнике, отклоняясь назад в верхней точке движения. А когда начнете опускать вес, то помните, что движение начинается синхронно в двух суставах, коленном и тазобедренном. Сгибание во втором немного больше, чем в первом, до того момента, когда гриф дойдет до уровня коленок. От этого момента сгибание происходит преимущественно в коленном суставе, а поясница остается зафиксированной. Как в приседе. В позитивной фазе все с точностью до наоборот. Но здесь мы не будем разбирать технику становой тяги. У меня есть большое видео обо всех тягах, советую вам его посмотреть. Все, что было сказано выше, относится к выполнению становой тяги в классической стойке. Те же, кто работает в стойке сумо и имеет данную проблему, должен разворачивать носки наружу, как можно больше. И коленки должны двигаться точно по направлению стоп. Также, скорее всего, вы недостаточно широко расставили ноги в стороны. Обратите на это внимание. Это все, что касается данной проблемы. И вы, надеюсь, поняли, кто столкнулся с ней, что дело в вас, в том, что вы слишком рано взялись за работу с тяжелыми весами, не освоив технику до нужного уровня, не записав ее на свою подкорку. Если вы здравомыслящий человек, то вы отбросите все предубеждения и спокойно поработаете над техникой необходимое количество времени. Пусть даже и несколько месяцев. Пусть даже полгода. Иначе, вы пополните ряды тех, кто получил травму и завязал с нашим движением навсегда. И даже если вам каким-то чудом удастся избежать проблем со здоровьем, вы все равно покинете ряды железного движения. Уверен на тысячу процентов. Спонсор сегодняшнего выпуска – канадская фирма спортивного питания АНС. Используйте ее, и будет вам сила, масса и рельеф. Следи за техникой, и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно, или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok